А четырёхлетняя Дон Сторжес скончалась 8 июля после того, как врачи госпиталя Солсбери отключили её от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом заявила её сестра. Она дала письменные показания коронеру, который должен установить причину смерти женщины, отравленной, если верить британским властям, тем же нервно-паралитическим веществом, что и скрипали. Примерно в 6 вечера врачи сообщили мне о том, что они решили отключить Дон от подачи кислорода. После этого я простилась с ней. Почему врачи отказались бороться за жизнь женщины, в суде никто не пояснил. Странно, что администрация госпиталя вообще решила скрыть этот факт. Тем более, что на государственном уровне смерть Дон Сторжес вызвала большой резонанс. Её тут же связали со скрипалями. Полиция теперь расследует дело об убийстве. Министр обороны Гевин Уильямсон, которому подчиняется секретная лаборатория Порт-эн-Даун, где проводились анализы, тогда тут же обвинил Россию в гибели гражданки Великобритании. Согласно версии, которая сейчас тиражируется в лондонских газетах, наркоман Чарли Роули преподнёс своей возлюбленной, найденной в городском парке Солсбери, флакон дорогих духов, не подозревая, что внутри были остатки яда, который выбросили отравители скрипалей. Местные жители напуганы. Всё это задевает заживое. Любой из нас мог оказаться на её месте. Анонимные источники в британских спецслужбах сообщили агентству Press Association о целой группе диверсантов из России, которых якобы вычислили, сопоставив записи камер видеонаблюдения в Солсбери с данными о лицах, пересекавших границу Великобритании в дни предполагаемого отравления. Министр безопасности Бен Уоллес эти заявления вскоре опроверг. На мой взгляд, эта история относится к категории непроверенная информация, наполненная разного рода спекуляциями. Тем не менее, похожую версию чуть позже озвучила американская телекомпания CNN, заявив, что спецслужбы Великобритании, используя систему распознавания лиц, установили двоих подозреваемых в отравлении скрипалей. И ещё в марте якобы было перехвачено кодированное сообщение в Россию со словами «посылка доставлена». Британская полиция все эти предположения оставляет без комментариев.